Демонстрация вооружений военной техники флота – традиционная ежегодная выставка в чрезде празднования Дня ВМАФ России. Здесь и танки, и противотанковые орудия, и гаубицы, и боевые машины пехоты. Выставка военной техники в Севастополе – это традиционное мероприятие, которое проводится каждый военно-морской праздник. На военно-морской праздник представляются виды техники, которые присутствуют в Севастополе, в Севастопольском гарнизоне, ну и в целом по Крыму. Почти вся техника модернизированная, то есть более новая. Снаружи, естественно, она выглядит по-старому, ну а внутри все комплектующие, новые, все российского производства. Самый грандиозный экспонат выставки – самоходный командный пункт управления связи комплекса «БАЛ». Его высота с поднятой радиолокационной станцией составляет 13 метров, длина – 15 метров. Весит громадина 39 тонн и развивает скорость до 100 км в час. Береговой ракетный комплекс вызвал наибольший ажиотаж. Особой популярностью он пользовался у детей. В первую очередь инструкции дается родителям, а не детишкам, потому что только с родителями детишки допускаются наверх. Ну и, естественно, контролируется, чтобы детишки вели себя хорошо, чтобы, не дай бог, оттуда не упали. Ну и наблюдается, ведется наблюдение. Детишки радуются. В наличии разведывательная химмашина для ведения радиационной, химической и неспецифической биологической разведки. И гаубица Д-30, и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира». Олег служил в Севастопольской школе водолазов, а затем во Владивостоке на спасательном судне. Он поражен увиденной техникой. Впечатление, конечно, огромное. То есть, эту технику, эту силу, мощь, это наш флот, это, конечно, не высказать. Это просто то, что увидишь по телевизору, и вот здесь это посмотреть, это совсем разные вещи. Сергей вместе с семьей переехал из города Губкинский, что в Ямало-Ненецком автономном округе. Каждый год мы приезжаем на праздник и считаем его знаковым не только для всей России, но и для нашей семьи. Мы каждый год бываем здесь, нам очень нравится, очень прекрасное шоу. Очень много ветеранов, которые составляют доблесть, наверное, на сегодняшний день нашей страны. Мы ими гордимся. Мне больше всего запомнилось, как военные стреляли на кораблях. А почему? Ну, они там выпускали ракеты и стреляли в воздух. Выставка военной техники на площади Нахимова продлилась до полуночи. Святослав Данилов, Денис Александрович, программа «Наше время».